приветствую всех на канале сейчас посмотрим что то такое маленькое и тяжелое тут у нас приехала а это у нас сверло вот такое сверло это ступенчатое такое сверло то тут все написано в дюймах и она такой вот такой мощные тяжелые с помощью штангенциркуля измерим диаметр наибольший диаметр здесь у нас получается он равен 34 с половиной глянем что у нас тут посылки посылки у нас сверло мощное такое тяжелое сверло ступенчатое сверло вот сразу замерим диаметр хотя он тут уже и на написан да так ну 32 написано у нас 31 скажем 8 до получается но в принципе наверное тут не везде один окна по большему надо мерить тогда будет более точный результат но скажем где-то правда 32 миллиметра тут набор диаметров от четырех миллиметров до 32 то очень удобное сверло для того чтобы сделать отверстие какого-то нужного диаметра а ты иногда бывает сверлишь надо сверлить большое отверстие но сразу большое отверстие сверлить неправильно почему потому что он может разворотить там тонкую деталь поэтому сверлим ступенчатым сверлом и довольно хорошо все это получается и самое главное не нужно держать столько сверла разного диаметра достаточно держать одно ступенчатое сверло поэтому у каждого мастер практически такое сверло есть я покупаю его вот уже не первый раз такие сверла покупаю я вообще когда покупал думал вот эти сверла будут одинаковыми да то есть разная цена но одинаково оказалось что вот это сверло дорогое но по сей видимости потому что и габариты больше а это дешевая так бы говорит и меньше вот но самое маленькое здесь у нас она такой довольно-таки большой 6 1 миллиметр а здесь у нас 4 поэтому это сверло и стоит несколько дороже чем вот это сверло вот но здесь самый большой диаметр он такой приличный солидный 35 почти 36 миллиметров а здесь 32 это все-таки тоже большой плюс поэтому набор вот такие ступенчатых сверл у меня уже образовался раньше я уже покупал видите уже в деле многократно использовался я думал вот это очень большое сверло диаметр самая как бы но вот продаются значительно большим диаметром сверла и совсем маленькие ступенчатые диаметром да тоже использован видны видны следы использования применения и этот совсем тоже маленький на длинной то есть разные ступенчатые сверла для разных целей так с помощью весов проверим разницу так сначала который подороже 147 грамм и потом который дешевый 145 грамм но почти одинаковая но цена разная видать такое сверло длинное которое так и наверняка тут больше ступени получается из-за этого оно стоит дороже такой шуруповый верт я покупал так давайте проверим что-то у меня опасение что это сюда не поместится нет поместилось но в предельно предельно верном следующие как по размерам уже не будет нормально вот такой пластик от старого принтера сейчас давайте попробуем просверлить прямо легко но аккумулятор завершился но я думаю что просверлить значит пластик легко но в принципе уже диаметр довольно приличный получился вот так что будем пользоваться таким сверлом в основном для дерево пластика но и других материалов но им может быть алюминия вот для стали наверное все таки надо подумать подойдет или не подойдет спасибо всем за внимание подписываемся на канал будет много чего интересного пока